С вами новости на канале 1612. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Такое Путину не по зубам. Россияне сплотились и вышли по всей стране, чтобы остановить беззаконие властей. Права и свободы – это то, что нас всех объединяет. Казахстан станет по-настоящему правовым и демократическим государством только в случае отставки престарелого диктатора и его своры. Сейчас нам важно действовать организованно и слаженно. Не оставайтесь в стороне, создавайте ячейки. Ваша жизнь только в ваших руках. Митинги по всей России в эту субботу побили рекорды массовости. Десятки тысяч людей вышли требовать освобождения Навального из-под ареста. Беспредел властей настолько возмутил народ, что вышли даже те, кто никогда не участвовал в уличных протестах. Российский народ пробудился и борется за свои права. Для казахстанцев это пример сопротивления преступному режиму. Столько людей на несанкционированные митинги в России еще никогда не выходило. Акции за свободу Алексея Навального прошли в 120 городах. Невзирая на зимнюю погоду, тысячи митингующих собрались в каждом крупном городе. От Хабаровска до Санкт-Петербурга. В Москве собралось 50 тысяч митингующих, и это абсолютный рекорд массовости для столицы. Столько протестующих выходило только на санкционированные властью акции против фальсификации выборов. Но если считать в процентном соотношении к населению города, то в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге вышло даже больше людей, чем в Москве. Для того, чтобы добиться перевеса, как правило, мы говорим, нужно 20-кратный перевес. В Алма-Ате живет 2 миллиона, значит 3% на митинги должно выйти порядка 60 тысяч человек. Соответственно, это в 20 раз больше, чем самих полицейских. И подавляющий перевес, плюс организация всех действий, и местная власть на месте фактически проваливается, проигрывает. Поэтому, когда митингующих всего 50 тысяч, а полицейских 30 тысяч, а еще можно подтянуть из Московской области, которая вообще рядом, буквально несколько километров. Понимаете, что 50 тысяч человек нельзя брать, ни Кремль, вообще ничего. Можно только выйти, подать пример другим и в следующие митинги добиться, чтобы количество протестующих было еще больше. Вот таким образом, шаг за шагом, можно наращивать численность и добиться, чтобы на митинги в Москве вышло не менее полумиллиона. И, соответственно, по другим городам России вышло суммарно несколько миллионов человек. Тогда будет мирная смена власти. Других вариантов, к сожалению, нет. В Петербурге протестующие заполнили улицы, и полиция не могла справиться с таким количеством народа. Пандемия коронавируса, экономический кризис и самодурство диктатора. У людей накопилось и стало толчком протеста. Вышли даже в городах, где никогда раньше не было протестов. В Якутске около сотни протестующих собрались даже в жуткую вьюгу. Но разойтись людей вынудили не метели, а сотрудники полиции. Федеральные власти попросту не были готовы к такой активности общества. Если у нас в Казахстане народ недавно совсем переживал, что будет холодно. В Астане было 10 января где-то порядка минус 10, минус 9 градусов. В Алмате 0, плюс 2, в Шимкенте где-то плюс 7. И не было так холодно, как в России. А в Якутии вообще было минус 53. Но, тем не менее, и там люди вышли сильный холод. А в Новосибирске, в Омске и других областных центрах везде, скажем, зима покруче, чем у нас. Но, тем не менее, мы видели по несколько тысяч человек, которые вышли на эти митинги, независимо от погоды. То есть, это подтверждает то, что мы все время озвучивали. Если люди реально хотят выразить свой протест и добиваются каких-то целей, они не только за пловом бесплатным пойдут и будут стоять тысячными очередями или за коврами, как это было в Шимкенте. Если людям это надо, они в любую погоду выйдут. Собственно, вот этот пример. Митинги в России это подтвердили. Тем не менее, правозащитники зарегистрировали рекордное количество задержаний по всей России. В более чем сотни городов арестовали три с половиной тысячи митингующих. Из них полторы тысячи только в Москве. Еще более пятисот в Петербурге. Действительное число задержанных минимум на треть больше, поскольку многих отпускали без протокола. Но в крупных городах бойцов спецназа подготовили к задержаниям особенно жестко. Карателям в масках дали приказ хватать и избивать дубинками мирных граждан. Бойцы в шлемах не жалели ни женщин, ни стариков. Силовики намеренно применяли грубую силу для запугивания окружающих демонстрантов. Я предупреждал вам, что вы нарушаете требования федерального закона. Вы продолжали дальше кричать. Это последствия. Хотите дальше кричать, кричите. С вами будет то же самое. Но дубинки ОМОНа не в состоянии остановить тысячи протестующих. Многие лепили снежки и закидывали ими бойцов. Другие защищались от незаконных задержаний. На этом видео со спецназовцем дерется 20-летний уроженец Чечни и студент МГУ. Банда Кадырова уже нашла его родственников. Парня заставляют отказаться от своей позиции и обещают решить его проблемы с законом. В Петербурге полицейский сильно ударил ногой в живот женщину во время разгона митинга. При падении она ударилась головой об асфальт. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. На следующий день сотрудник полиции пришел в палату женщины с цветами, чтобы извиниться. От лица руководства главка, от себя лично, от всего личного состава главка приношу вам извинения. Это не наши методы. Ситуацию усугубляло еще то, что в крупных городах режим блокировал мобильную связь, из-за чего пострадавшие не могли вовремя вызвать скорую помощь. А сервисы вызова такси просто заблокировали возможность проехать к месту митинга. Чтобы помешать гражданам выйти, во многих компаниях субботу объявили рабочим днем или прямо требовали от работников не ходить на митинги. Полиция заранее задержала более 50 работников штабов Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Именно новый фильм от ФБК вдохновил протестующих на шутки и творческие плакаты. Один из символов протеста – туалетный ершик. В туалетах путинских виноделин стоят ершики по 700 евро. Народ высмеивал роскошь и безвкусицу президентской недвижимости стоимостью более миллиарда долларов. Все эти деньги были украдены у государства Путиным и его подельниками. Люди открыто винят в преследовании оппозиционеров и тотальном разворовывании страны лично президента и требуют его немедленной отставки. Назарбаев тоже будет внимательно следить за тем, как под общественным давлением слабеют режимы его закадычных друзей – Путина и Лукашенко. Потеря власти для них теперь лишь вопрос времени и следующий – сам Елбасы. Он также владеет премиальной недвижимостью по всему миру, купленной на украденные у народа средства. Теперь очень многие заблуждаются, говорят, что вот сейчас в России Путина свалят, посадят ее в тюрьму и, соответственно, придет Навальный к власти, будет демократическое правительство и нашему шалу тоже будет конец. Я могу так сказать. Рядом, в соседний Кыргызстан, уже там несколько революций сделал, но даже по масштабам меньшие страны, как Туркмения, например, или Таджикистан, там авторитаризм только укрепляется. В Узбекистане, как был авторитаризм в жесткой форме с начала 90-х годов, как пришел Ислам Каримов к власти, а сейчас его заменил Мирзюев. Ничего не изменилось. Сколько угодно революций происходит. Мертвый Узбекистан, нищая страна, нищие люди и супербогатая политическая верхушка. Это о чем говорит? Это говорит о том, что до тех пор, пока народ не будет активный, массово активный, никаких изменений не будет. Канал 1612 существует благодаря его зрителям. Перейдите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы поддержать нас финансово. Ваши пожертвования помогают нам говорить правду. В существующих условиях ни о какой демократии в стране не может идти речи. Люди находятся под колпаком репрессивного режима, и осознать это рано или поздно придется каждому. Только при условии свержения Назарбаева и его политической верхушки у народа появится возможность жить и работать в правовом государстве. В демократическом Казахстане граждане смогут цивилизованно отстаивать свои права и создавать условия для дальнейшего развития страны. Ночью 21 января в Астане и Алматы неизвестные напали на двоих этнических казахов, ранее бежавших из китайских лагерей. На Каишу Акан напали в Алматы, ударили по голове, душили и жестко волокли по асфальту. В тот же вечер в Астане двое неизвестных избили мурагера Алимулы. Пауэрбанк, лежащий в кармане, защитил его от удара ножом в живот. Примечательно, что оба нападения произошли в один вечер, но в разных городах. Нападающие ничего не украли, а только нанесли увечья. А главное, оба пострадавших публично говорят об ужасах концентрационных лагерей в Синьцзяне. Обстоятельства нападения на Алимулы напоминают убийство Жанбалата Агадила. Вывод напрашивается сам. Вооруженные ножом головорезы под управлением КНБ устраивают акции устрашения. Назарбаеву невыгодно портить отношения со своими партнерами по бизнесу, ведь он в доле 50 на 50 со всем китайским бизнесом в Казахстане. Через подставных бизнесменов он контролирует большую часть экономики страны. Поэтому неудивительно, что даже граждане Казахстана лишены элементарных политических и социальных прав в своей стране. 10 января женщину незаконно арестовали на 10 суток за нарушение закона о мирных собраниях. После выхода на свободу она рассказала, как сотрудники полиции избивали ее во время задержания. Активистка подала заявление об избиении, но полицейский, который на нее нападал, неожиданно ушел в отпуск, видимо за усердную службу. Об избиениях сотрудниками полиции рассказывал имам из Тараза. Полицейские избили его дважды во время агитационного периода в декабре, когда он распространял листовки с призывом голосовать за партию Акжол. В отделении полиции имам получил ушиб грудной клетки. Мужчина из города Балхаш был избит за свою наблюдательную деятельность на избирательном участке 10 января. Неудивительно, что именно в Балхаш и независимый экзитпол показал наибольший процент вбросов голосов за Нуратан. Я помню раньше, когда активистов политических задерживали, полицейские даже боялись к ним притронуться, потому что политические активисты знают свои права. И они старались максимально с политическими активистами соблюдать свои обязанности именно в соответствии с законом. Уже, можно сказать, стало нормой в Министерстве внутренних дел, когда полицейские, к сожалению, не только там избивают, но и покрывают правонарушителей. Режим Назарбаева пренебрегает вашими гражданскими правами в попытке удержаться за власть. Грабить и притеснять народ можно только с молчаливого согласия самих людей. Если вы знаете и умеете защитить свои права, то Нур-Варам не удастся вам навредить. Правозащитная акция под лозунгом «Нас объединяет право» подошла к концу. Неделю правозащитники и волонтеры выходили на улицы своих городов и рассказывали людям об их гражданских и политических правах. Пока в России митинги, все восхищаются. Мы здесь, на улицах Казахстана, отвоевываем право на свободу слова. К акции присоединились волонтеры, которым понравилась идея правового просвещения граждан. Завершить семидневную акцию не помешали даже угрозы от сотрудников полиции. Организаторов из Астаны запугивали тем, что объявят их правозащитную организацию экстремистской. Такие полезные гражданские инициативы подавляются властями. Но при этом карманный оппозиционер власти Мамэй спокойно организовывает митинги с оппозиционными лозунгами, в то время как правозащитников и волонтеров преследуют за беседы с прохожими о Конституции. Больше всего Назарбаев боится умных и активных граждан на площадях. Гласность и открытость наносят его режиму наибольший ущерб. Мафиозный клан преступным путем рулит Казахстаном уже 30 лет. Правящая верхушка во главе с Назарбаевым нелегитимна. Это известно каждому разумному человеку. Но из-за страха молчания и пассивности народа мафиозный клан год за годом продолжает совершать различные преступления против своих же граждан. Наша задача прекратить это и добиться решительных перемен. Необходимо брать власть в свои руки и не давать преступникам руководить страной и народом. Для этого необходимо объединяться и создавать ячейки. Как правильно их организовать – далее в сюжете. Мы, политический движение, демократический выбор Казахстана, мы четко говорим, у нас ориентир на ведущие страны мира. Это Америка и Европа. Мы не можем ориентироваться на такие страны, отсталые, как Северная Корея, как Россия, или закрытые теологические страны, арабские страны, мы светское государство. Мы четко говорим, мы строим светское демократическое государство. Мы говорим, все граждане страны в нашей стране обладают равными возможностями, как написано в нашей Конституции, независимо от национальности, от вероисповедания. Мы говорим, что государство светское и свобода совести – это выбор и право человека. Мы не можем говорить, чтобы ты придерживался той или иной религии. Это выбор человека. Это фундаментальное право человека, это то, куда мы хотим направить развитие нашего государства. Мы говорим, что с соседними странами у нас будут дружелюбные, дружественные отношения, но мы построим независимые государства, мы выйдем из Евразийского союза, где это союз диктаторов. Мы все прекрасно понимаем, что когда сейчас пойдут международные санкции, и будут расти протестные настроения, они будут усиливаться, Путин будет сметен. Мы говорим, какую страну мы построим, у нас все ясно. А теперь смотрите, что нам не хватает. Мы написали программы, мы озвучили, что жизнь граждан поменяется сразу, через несколько месяцев, как реально эта власть уйдет. Во всех секторах экономики, во всех профессиях. То есть жизненный уровень поднимется в несколько раз, потому что эта власть крадет ежегодно 30 миллиардов долларов минимум. Это размер годового бюджета страны. Что нужно, чтобы изменить ситуацию? Не поможет то, что в России еще там нужно им работать. Изменить можем только мы сами. Что мы должны для этого сделать? Как я говорил, около 3% всего населения должно быть активным. Ну, около полумиллиона, достаточно на самом деле. И такие крупные города, как Астана, Алматы, это по 100 тысяч протестующих, управляемых из единого центра. Вы же видели, в Москве хаотично, масса людей ходит. Из единого штаба управления нет. Сейчас мы приложили очень простую модель. Нам нужно мобилизоваться. Нам нужно работать через штаб, который будет коорнировать деятельность активистов. Я уже озвучивал. Нам нужно в Алма-Ате и в Астане организовать по тысячу ячеек. Численностью по 5 тысяч человек. Которые будут общаться только со штабом. Не между собой, потому что в отдельных ячейках будут предатели. Или будут болтуны. И чтобы этого не было, эти ячейки работают только через штаб, который находится в Киеве. Я сейчас хочу озвучить наши действия и планы, которые мы будем реализовывать в ближайшее время. И уже реализовываем. Более того, наша задача добиться смены режима в этом году. У нас есть штаб в Киеве. У нас есть команда, которая взаимодействует индивидуально с этими ячейками. И мы будем организованную силу набирать во всех крупных городах. Не ищите лидеров на местах. Лидеры это ячейки. Не пытайтесь ячейку с ячейкой сблизить. Они работают автономно, только со штабом. Не пытайтесь одиночке войти в постороннюю ячейку, они вас не примут. Потому что каждый должен создавать ячейку из своих доверенных людей. Меня спрашивают, что такое ячейка. Ячейка это просто 5 ваших доверенных друзей. Или родственников, или знакомых. Вот что такое ячейка. Не нужно получать печать в ЦОНИ или постановление правительства. Вы просто между собой договариваетесь. Вы этим людям доверяете. Выходите на штаб. Мы дали все координаты в телеграм, телефон на ватсап. Мы начинаем с вами взаимодействовать. На сегодня все. Ставьте лайк и жмите на колокольчик. С вами были новости 16-12. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!